Кэтрин Кульман. Капканы и ловушки, о которых вы обязаны знать. Не будьте негативным человеком, не практикуйте постоянное отношение-поражение, думая, что вы можете потерпеть неудачу. Вы не будете обращаться с просьбой, чтобы не быть смущенными тем, что кто-то скажет «нет». Таким образом, вы остаетесь пассивными и, как говорится в старой поговорке, вы сидите в своем кресло-качалке и остаетесь здесь всю свою жизнь. Наконец, когда придет ваш последний день, вы обнаружите, что никогда не пытались сделать что-то, просто потому что боялись поражения, боялись отказа. Встаньте из этого кресла сейчас. Скажите громко «Я попробую» и я гарантирую, что вы будете удивлены результатами своих усилий. Вы можете думать, что легко для меня сказать это. Но знаете ли вы, почему я могу сделать такое заявление? Потому что это та жизнь, в которой я жила все мои дни. Я жила этим образом жизни, потому что отказалась устремлять свой взгляд на людей. Вместо этого я сосредоточила свое внимание на Боге, и в Нем нет никаких ограничений, и в Его обещаниях нет никакого поражения. Я обращаюсь к кому-то прямо сейчас, кто оправдывается, что не является христианином из-за страха, что он может быть неспособным жить христианской жизнью. Вы указываете на всех лицемеров, которых вы встречали, и говорите об их неудачах. Знаете ли что? Я даю тем лицемерам больше доверия, чем вам. Почему? Потому что они приложили усилия. Вы даже не начали. Не говорите о тех, кому вы прикрепили ярлык лицемеры. Они сделали больше, чем вы сделали. По крайней мере, они приложили некоторые усилия, а вы еще не сделали ничего. Помните, до тех пор, пока вы и я находимся во плоти, всегда есть возможность искушения и всегда будет возможность согрешить. Мы читаем в Ветхом Завете в книге Левит 4.3 «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ». Вы могли никогда не думать о том, что священник грешит, но, зная человеческую природу и слабость человека, Бог сделал обеспечение для всех, даже для тех, кого он помазал. Только лишь то, что вы или кто-то был помазан Богом и призван им, не означает, что не будет искушения или возможности для греха. Бог сделал этот факт очень ясным. В этом случае он говорит о священнике, которого он помазал. И если он согрешит. Очевидно, что грех неизбежен, независимо от того, кем человек является. Если вы часть человечества, то это возможно для вас согрешить. Но самым волнующим фактором является то, что Господь сделал обеспечение, если вы согрешите. Он предусмотрел для меня, если я согрешу. Он предусмотрел для всех, если мы согрешим. Поэтому человек, который говорит, что не может быть христианином, потому что, возможно, он будет неспособен продержаться до конца, прячется за очень слабым оправданием. Устремите ваш взгляд обеспечения, а не возможность согрешить. Бог-Отец подумал обо всем. Он не забыл ни о чем. Он понимает слабости плоти. Он создал нас. Он знает все о нас лучше, чем мы сами знаем. Таким образом, он все предусмотрел, даже если мы согрешим. Для ясности, позвольте мне провести аналогию. Каждое судно, плавающее по морям, снабжено достаточным запасом спасательных шлюпок, чтобы не было крушений или столкновения. Не имеет значения, насколько мал или насколько велик корабль, он всегда снабжен спасательными шлюпками, потому что есть возможность шторма или столкновения и окончательного кораблекрушения. Конечно, это не означает, что намерение капитана является разрушить свой корабль, но обеспечение сделано потому, что всегда есть возможность катастрофы. И Бог, который является мудрым и неизменным Небесным Отцом, сделал полное обеспечение для своих детей, как бы нам не согрешить. Предположим теперь, что есть неудача, и вы или я в момент искушения подались этому искушению. Что, если в это мгновение кризиса мы подались сатанинскому давлению? Существует вероятность того, что любой из нас может поддаться, но могут быть те, кто станет противостоять этому утверждению, заверяя «я был исполнен Святым Духом», «я говорил на языках», «я принадлежу к организации, в которой мы не верим в грех». Вопреки тем, кто занимает эту позицию, я обнаружила, что в теле Христа, состоящий из людей, которые все еще в теле и из плоти, является возможным для любого мужчины или женщины податься искушению и таким образом согрешить. Нет никаких исключений, ибо Сам Сын Божий был искушен во всем, подобно нам, но Он оставался без греха. Да, вы можете быть исполнены Святым Духом, вы, возможно, получили крещение Духом Святым, вы можете говорить на языках, и Бог мог доверить вам некоторые дары Духа, но вы по-прежнему открыты для атак сатаны. Иногда, я думаю, люди, которым много доверено, являются теми, которых враг нашей души осаждает наиболее неустанно. Ходите осторожно, ходите мягко, охраняйте тщательно то, что у вас есть. Если вы исполнены Духом, если Бог даровал вам небесные дары, если вы имели великие духовные переживания, охраняйте это тщательно, ибо вы тот человек, которого враг будет атаковать. Чем более глубоко духовными вы являетесь, тем большими будут атаки сатаны на вас, потому что у вас есть большее влияние, чем у того, кто слабый христианин. Если враг может поставить подножку духовному гиганту и остановить его эффективность для Бога, это именно его план. Человек, который имеет мало или никакого влияния для Христа, хотя он и родился свыше и имел это духовное переживание со Спасителем, не столкнется с такой же мерой искушения, как тот, кто живет близко к Иисусу. Если враг сможет заманить колеблющегося христианина податься искушению, его победа будет маленькой. Не может сравниться его удовольствие от того, чтобы сбить кого-то, чье духовное влияние велико. Таким образом, мы должны быть осторожны, мы должны ходить тихо, мы не должны быть хвастливыми, но охранять эту веру тщательно, ибо победоносная жизнь обеспечивается актом веры, и она поддерживается только постоянным отношением веры. Давайте посмотрим фактом в лицо. Что происходит, когда есть неудача, и вы впали в грех? Что тогда? Я могу сказать вам прямо сейчас, сатана постарается немедленно довести до конца его победу, пытаясь убедить вас, что не существует такой вещи, как победоносная жизнь, или если существует, что вы никогда не имели благословения Божьего, в первую очередь. Или он может заставить вас верить, что Божье благословение ушло навсегда, и вы потеряли его навеки. Есть те из вас, кто читает эти слова и говорит, «Кэтрин Кульман, как это вы знаете так много обо мне? Я не знаю о вас, но я точно знаю, как враг работает. И если он смог убедить вас, что вы не имели спасения в первую очередь, он выиграл большую победу. Если он смог убедить вас, что вы никогда не были наполнены Духом, он выиграл двойную победу. Если он может убедить вас, что вы никогда не были призваны Богом, для вашего конкретного задания он выиграл огромную победу. Он будет пытаться поместить сомнения в вашем разуме. И помните, сомнения не от Святого Духа. Сомнения не от Бога. Сомнения приходят от дьявола, врага вашей души. Поражение и депрессия никогда не от Бога. Угнетение никогда не от Бога. Все негативное не от Бога. Победа – это Божий язык. И мы больше, чем победители через Христа, который любит нас. Поэтому сразу же после того, как вы подались искушению, приходит сатана и накладывает на вас его чувство вины. И говорит, «Теперь ты разрушен. Ты абсолютно разрушен. Твое свидетельство не имеет никакого воздействия. Что твоя семья подумает? Что люди в церкви подумают? Что твои друзья подумают? И вы испытываете отчаяние поражения. Вы опускаете свою голову. Ваши ноги волочатся. И вы самый несчастный человек в мире». Вы можете быть миссионером, делающим огромную работу для Бога на миссионерском поле. Но что-то произошло с вами там или случилось с членами вашей семьи. И враг вашей души пользуется возможностью и усердно трудится, чтобы убедить вас, что вы все испортили, что вы потеряли свое влияние. Если он сможет добиться, чтобы вы сошли с пути, ушли с миссионерского поля и вернуть вас обратно домой в маленький арендованный домик и заставить вас прожить остаток своей жизни в поражении и разочаровании, он выиграл очень большую победу. Подумайте обо всех тех душах, которые никогда не слышали о Господе Иисусе Христе, если вы подадитесь поражению, если сатана сможет помешать вашим трудам для Господа. Прямо сейчас встаньте и начните что-то делать с этим. Но вы говорите, что я могу сделать? В первую очередь запомните нечто, «Когда грех исповедан, он прощен» 1 Иоанна 1,9 Не слушайте сатану или тех, кто может обвинять вас. Библия полна победоносного учения. Помните, что Бог дал нам победоносную жизнь. После многих-многих падений неудач будет ли он удерживать ее навсегда из-за еще одного падения? Нет. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз» Матфея, 18 глава, 21-22 стих. «Мы должны продолжать прощать снова и снова, до тех пор, пока человек приходит и исповедует это и просит прощения. Если бы Господь ограничил его прощение, если бы Он обещал простить нас только один раз или не больше, чем пять, шесть или семь раз самое большее, все мы погибли бы». Вы не можете найти в Слове Божьем, где Божье прощение было бы ограничено. Он не будет удерживать свое прощение от нас. Но если сатана может шептать вам и убедить вас, что вы не можете быть прощены, он будет делать это. Тогда он одержал великую победу. Теперь мы показали окончательно, что нет старания, нет борьбы в нашей части, чтобы получить прощение или поддержать победоносную жизнь. Это милость Господа Иисуса Христа, Его милость и благодать. Таким образом, должно быть очевидно, что наши усилия и борьба никогда не восстановят нас, если мы согрешим. Если мы впадаем в любой грех, наш Спаситель желает, чтобы мы обратились к Нему тотчас же с верой для прощения. Сделайте это немедленно. В ту же секунду, когда вы осознаете грех, попросите у Бога прощения и мгновенно Он удалит ваш грех. В минуту, когда грех исповедан, в этот момент ваш грех удален. Хвала Богу! Кэтрин Кульман Субтитры создавал DimaTorzok